Земли по берегам Северной Двины были открыты в конце 9 века викингами. Бирмия впервые упоминается в рассказе о путешествии Ота Схолуганта, состоявшийся в период между 870 и 890 годами. Чтобы разведать, какие края лежат в Залпландии, Отр отправился вдоль берега на север. Несколько дней ждал попутного ветра, чтобы плыть на восток, а затем повернул на юг, где его корабль вышел в усе большой реки. Там жили не липланцы, а бьярмы, язык который похож на финский, и поэтому Отр и его спутники могли с ними объясняться. Бьярмы жили оседло, занимались земледелием и были богаты. Известны также рассказы о еще несколько путешествий в эти земли, около 1920, 1026 и 1090 годов. В 1217 году сюда прибыли два норвежских судна, одно из которых последовало далее через Русь, святую землю, чтобы участвовать в пятом крестовом походе. Экипаж второго судна был уничтожен местными жителями. Для мести король Хакон IV в 1222 году послал двух своих военачальников на четырех больших судах. Сильным войском они опустошили берега, вернувшись богатой добычей. После этого бьярмия пристала упоминаться в скотодинарских источниках. С начала XII века все земли по берегам Северной Двины являются владением Новгорода Великого. Освоение морского российского севера поморья стало востребовано из-за нашествия баты и разорения Южной Руси. Постепенно колонизация поморья новгородскими переселенцами. Ассимиляция местного финно-угорского населения привели к формированию особо зубоносного русского народа поморов. Василий Никитевич Татищев в своей истории Российской дает такое определение. Общее имя по морю, а поездам Архангельский, Калмоград, Вага, Татьма, Вологда, Каргуполь, Черода и Оловец. Есть северная часть России, в которой все по берегам Беломорья и Северное море. От границы Карелии с Винами на восток до гор Великого пояса или Урала заключается. К югу же издавле русские поначалу часть по части овладевали и к Руси приобщали. Ныне же все иное и здесь же с немалую прибавкой под властью морской губернии состоит. Английские и нормандские корабли заходили в устье Северной Дены вплоть до 13 века, после чего из-за малого ледникового периода плавать по земноморскому пути стало невозможным. В 1412 году исторические летописи России как монастырь и убитель впервые упоминается Николокорейский монастырь. 24 августа 1553 года в Двицкой заливе Белого моря в усилении Нернокса бросил якорь один из английских кораблей, искавших северо-восточный морской путь в Китай в Индию под командованием капитана Ричарда Ченцлера. Затем англичане ошвартовались в бухте Святого Николая недалеко от Николокорейского монастыря. После установления первого контакта с местными жителей Ченцлер отправился в Коломгоры в то время столицы Русского Севера, а оттуда после две доставы на санях в Москву на аудиенцию к русскому царю Ивану Грозному. После встречи с русским царем впервые за историю были установлены дипломические отношения между Россией и Великой Британией, а в Лондоне была основана московская компания, получавшая впоследствии монопольные торговые права от ЦРЛ. Позже Ченцлер стал английским послом при Иване Грозном. Сейчас в честь Ричарда Ченцлера названа одна улица из города на острове Ягра. Для обеспечения морской торговли была оборудована морская стоянка со складами и жилыми домами напротив монастыря на острове Ягра. Там разгружались морские судна и товары превзрушались на мелкие речные суда. Когда везли его в Холмогоры, оттуда был при России. Сюда же приходили русские товары из Холмогор. Отсюда уходили многие английские экспедиции. Порт иностранного источника был известен как Святой Николай и рейд Святого Николая. В 1584 году был основан город Новохолмогоры, известен с 1613 года по именем Архангельск. Позднее ставшим настоящим главным морским портом Русского Севера. И постепенно с ростом Архангельска Николай Корейский монастырь и его порт, начиная терять свое прежнее торговое значение. Островое хозяйство в 17 веке стали рыбные и соляные промыслы, а также разведение скота. В смутное время, уже после освобождения Москвы, польские войска Яна Хаткевича разорили серные земли, нанеся большой урон Николай Корейскому монастырю. В 1808-1809 годах, вблизи от монастыря, возводились укрепления против возможного прихода английских кораблей. После чизистского мира, отношения Россия-Англии были на грани войны. Английские корабли захватили в Северных морях русские торговые суда и более того, даже захватили город Кулу. В 1854-1855 годах, во время Крысской войны, Англо-Французская экскадра блокировала Архангельск. Промышляла вблизи Николай Корейского монастыря на всем Беломорье. К 1917 году монастырь прибыл в сильное запустение. В нем жили всего 6 монахов и один послушник. В 1921 году монастырь был ликвидирован. Некоторое время здесь располагалась колония для малолетних преступников коммунар. А в 1929 году в нем образована сельхоз коммуна «Искра».